Чем отличается AUGUS X2, X3, X4 и какой из них лучше приобрести? Эти TV-боксы отличаются установленным в них процессором. И судя по их названию, нетрудно определить каким именно. У X2 установлен процессор Amlogic S905X2. У X3 процессор Amlogic S905X3. И у X4 Amlogic S905X4. Если говорить о том, какой же все-таки из смарт-боксов лучше к приобретению, то на первый взгляд, естественно, приходит ответ, что лучше приобрести последнюю модель, которая сформирована на процессоре X4 серии. Но я бы, судя из того, что модель AUGUS X4 уже полгода рекламируется на их сайте, но до сих пор еще не вышла в продажу, не торопился бы ее приобретать сразу же после ее выхода. Так как непонятно по каким причинам этот бокс еще не выпущен в продажу. И как он себя зарекомендует. Обратите внимание на младшую модель на X2 процессоре. После ее выпуска ее дебют продолжился всего около трех месяцев. И после выпуска третьей серии ее продажи прекратились. Конечно, ее можно найти в китайских магазинах, но зачем ее покупать, если можно приобрести на пару долларов дороже AUGUS X3, который разлетается как горячие пирожки в отличие от предыдущей модели, что говорит о качестве этого продукта. Посмотрите рейтинги, которые я привожу на своем телеграм-канале. На сегодняшний день AUGUS X3 серии является TV-боксом номером один. Поэтому мой ответ по поводу приобретения четкий. AUGUS X3. Какая модификация AUGUS оптимальна? Куб, Про или Плюс? Так как я остановился на X3 серии, на этот вопрос я отвечу, используя AUGUS X3 Куб, X3 Плюс и X3 ПРО, которые, как вы видите, отличаются объемами оперативной и постоянной памяти. Для нормальной работы приставки двух гигабайт оперативной памяти полностью хватает. И на сегодняшний день приставка с таким объемом ОЗУ полностью справляется со всеми возложенными на нее задачами. Но это сегодня. А так как прогресс не стоит на месте, в ближайшем будущем новой операционной системе может просто не хватить ресурсов с этими двумя гигабайтами. Поэтому, покупая приставку с четырьмя, вы страхуетесь от того, что в один прекрасный момент приставка вам не выбросит информационную панель о том, что системе не хватает оперативной памяти. По крайней мере, имея приставку с четырьмя гигабайтами ОЗУ, вы будете уверены, что приставка вам прослужит не менее пяти лет. В интернете гуляет информация о том, что приставки с двумя гигабайтами намного производительнее и быстрее. Мол, в приставках на 4 гигабайта и используемая память забивается удаленными или неработающими приложениями. И поэтому этот мусор мешает быстро работе приставки. Скажу, что это бред маркетологов. Реально такой мусор удаляет специальный модуль, у которого есть несколько алгоритмов удаления неиспользуемых данных. Ну, к примеру, произвести очистку ненужных файлов при загрузке памяти на 80%. Как вы считаете, у какого девайса будет чаще производиться такая операция по очистке? С двумя гигабайтами или четырьмя при одинаковой загруженности? То-то. По поводу постоянной памяти, я не вижу смысла переплачивать и приобретать приставку с 64 гигабайтами. И оптимальным вариантом считаю объем памяти в 32 гигабайта. В случае, если этого объема не хватит, я его могу увеличить с помощью SD-карты памяти. В одном своем ролике я рассказывал и показывал, как это можно сделать. Вот смотрите. Устанавливаю карту памяти. Открываю верхнюю шторку. Настроить. И кликнув на память TV-приставки, увеличивая внутреннюю память. Поэтому я считаю оптимальным вариантом в среднем ценовом сегменте TV-Box X3 Pro. Сильно ли нагревается TV-Box и какая его стандартная температура. Но их интересует температурный режим приставки. Поэтому для ответа на вопрос о температуре, я произведу ее измерение не только программно, но и с помощью электронного термометра. Давайте сначала снимем верхнюю крышку TV-Box и посмотрим на систему охлаждения. Поехали. Видим, что установлена пассивная система охлаждения в виде радиатора, который отводит тепло от процессора и частично от двух чипов памяти. Для замера температуры я запущу троттинг тест, который нагрузит процессор. Заодно можно будет сопоставить показатели температуры из программы и те, которые я сделаю пирометром. Давайте замеряем температуру процессора сразу же после включения и без нагрузки. Получается в среднем 41 градус. Теперь запускаем программу на троттлинг, которая загрузит процессор по максимуму. Запускаю. Программа показывает температуру процессора 54 градуса. Давайте посмотрим, сколько покажет пирометр. Ну, в общем, практически такая же. 56,8. Теперь посмотрим на температуру через 10 минут после запуска теста. 65,9. Программа показывает такую же температуру. В итоге делаем вывод, что в течение 10 минут полной нагрузки температура процессора составила 65 градусов. Но еще добавлю, что процессор при этом не троттлит. Для того, чтобы ответить, нормальная это температура или нет, открываем дата-шит. Он находится в свободном доступе и его можно скачать в интернете. Смотрим температуру. Можно ли установить на TV-Box операционную систему Android TV? Android TV – интересная и удобная операционная система. Если она вас заинтересовала, вы сможете установить ее на TV-Box этой линейки. Как производится прошилка, я показывал и рассказывал в ролике, который должен отобразиться сейчас вверху. В нем я рассказал о 10 способах прошивки этого смарт-бокса. Хотел бы предостеречь от того, что если вы решитесь на перепрошивку, ответственность за работоспособность вашего девайса вы берете на себя, так как неправильные действия могут привести к поломке вашего TV-Box. Какие параметры у блока питания и реальная мощность TV-Box? В отличие от других TV-Box, этот имеет блок питания с разъемом USB-Mini. По крайней мере, это удобно тем, что если нужно будет срочно поменять его, к смарт-боксу подойдет блок питания, к примеру, от смартфона. Напряжение питания 5 Вольт, ток целых 2,5 Ампера. В итоге мощность его получается 12,5 Вт. Я решил проверить, какую мощность выдает блок питания, достаточно ли ее будет при загрузке процессора на полную, ну и общее потребление для тех, кто решил установить девайс в автомобиль от аккумулятора. Вольтметр покажет общее потребление энергии. А с помощью USB-Тестера я протестирую блок питания на его реальные показатели. Включаю. После загрузки системы, с минимальной нагрузкой девайс тянет 1,7 Вт. USB-Тестер 5,15 Вольта на 0,27 Ампера – это 1,4 Вт. Теперь с помощью троттлинг-теста загрузим процессор на полную мощность. Ну и смотрим на показатели. Общее потребление поднялось почти в два раза. Стало 3,15 Вт. Это та цифра, на которую следует ориентироваться тем, кто решил установить TV-бокс в машине от аккумулятора. И USB-Тестер показывает 5,09 Вольта и 0,53 Ампера. Это получается 2,7 Вт. То есть блок питания с нагрузкой не только справляется, но и имеет достаточно солидный запас по мощности. А судя по тому, что потребление тока смартбоксом 0,53 Ампера, его реально можно запитывать от любого маломощного блока питания смартфона на 1 Ампер. Друзья, в описании под роликом вы сможете найти ссылки на смартбоксы этой серии и мой телеграм-канал. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях. Также надеюсь вы оцените этот ролик, поддержите канал подпиской и кликните на колокольчик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!